Его не стало в ноябре 1962 года, ровно за месяц до того, как ему исполнилось 57. За несколько дней до смерти он успел прочесть опубликованную на страницах «Нового мира» Солженицынскую повесть «Один день Ивана Денисовича». Говорят, повесть понравилась ему, но мелькающие на ее страницах блатные словечки вызвали раздражение. Это не соответствовало его представлению о литературе и о ее высокой миссии. Какой прощой рукой, какого пращура в просторы брошены все эти камни? Все эти глыбы звездного огня. В эти серые дни сентября я тревогой какой-то охвачен. Листопад ли меня взбудоражил? Звездопад ли меня огорчил? Он родился в белорусском местечке Дриса, в семье Сапожника. Рано лишился отца. Потом было полуголодное детство в Иркутске, где Моисей работал на обувной фабрике. Потом он всегда с благодарностью вспоминал еврейскую общину, которая отправляла сирот один-два месяца на пропитание в обеспеченные семьи. Эта община позаботилась о нем тогда, когда больше о нем позаботиться было некому. Несмотря на голод и другие тяготы, уже в пять лет необычайно одаренный мальчик знал птикнижие. Может быть, тогда же в Иркутске он написал и свои первые стихи. Но об этом он никогда и никому не рассказывал. Никому, кроме, может быть, того самого читателя, который прочтет их сто лет спустя. В 17-м Моисей был отдан в детский дом. В 26-м окончил с отличием школу и поступил в Иркутский университет. По окончании университета в 30-м получил диплом, в котором было написано «Педагог по русскому языку и литературе в школах повышенного типа». «Повышенного типа» означало «техникумы». Но в техникуме работать педагогу Пизову не пришлось, потому что впереди у него был Ленинград. Как один из самых способных студентов, Моисей был направлен в аспирантуру Ленинградской академии искусствознания, во время учебы в которой работал в государственном издательстве художественной литературы в журнале «Марксистско-Ленинское искусствознание». А по окончании аспирантуры отправился в Куйбышев, куда его пригласили на работу в педагогический институт. К этому времени он уже был женат на красавице Марии Едвиге Каринской. Кстати, тоже детдомовки. Она хорошо пела, играла на гитаре, была нежной, но совсем не приспособленной к жизни. Вместе они уехали в Куйбышев, где он начал преподавать, а она работала в библиотеке. Я с давних пор, я со времен таинственного детства дружил с ветрами в марте. И в жизни мне достался жребий ветровой. Я полюбил бездомных птиц, порывы неуемной бури, и белокрылую метель, шуршающую снегами, и даль дорожную, ведущую на край земли. И песни дикие о кчевых просторах, и табуны несущихся по небу облаков, и неизбывную печаль равни стремительных и неподвижных. И говор вешних гроз казался мне сонатой первозданной, и молнией молвой мне были лазурно-огненного неба. Я полюбил июльский в бурю мор, шумящий, как гигантский табор, и трепетный восторг листвы, когда она охвачена смятением, когда в ее живую чащу, как в тучу зыбку, влетает вольный и веселый, и обезумевший от счастья ветер. В Самару Моисей Григорьевич Пизов прибыл с рекомендацией, выданной ему по окончании аспирантуры в Ленинграде, и отправился в отдел кадров педагогического института, который находился на улице Набережной. Когда-то там шумел бурлатский базар, да и теперь все еще лежали какие-то сети, бревна и пахло рыбой. Пизов Моисей Григорьевич, говорилось в рекомендации, за время пребывания в аспирантуре с октября 30 по июль 33 года отработал в пяти семинарах, а также сделал ряд докладов на тему «Проблема литературных жанров», «Литература немецкой мелкой буржуазии», «Творчество Сельвинского» и «Конструктивизм». Кроме того, он прослушал курс лекций профессора Жермунского «История немецкой литературы 17-19 веков» и сдал зачет. Работа аспиранта Пизова во всех семинарах получила вполне положительные оценки и отзывы руководителей. Общее заключение таково. Товарищ Пизов владеет материалом и языком специальности и может быть использован для самостоятельной педагогической работы в ВУЗе как специалист по западноевропейской литературе. Как специалист по западноевропейской литературе он и был принят в Куйбышевский педагогический институт в должности доцента. Отныне он будет ежедневно ходить по Самарским, а потом Куйбышевским дорогам на работу и с работы, или обдумывая по пути лекцию, или сочиняя стихи. Последнее занятие было одним из любимейших. Ведь вот она, свобода от всех и вся. Вот они, буквки, которые складываются в сложные смыслы. Словарь Словарь моих пожизненных пристрастий Словарь всего того, что я люблю Наперекор коварной тьме и кровожадной путанице всех лабиринтов жизни Живой словарь моей любви хотел бы я составить для подруги. И если бы на то моя была бы воля, он был бы Библией на языке кровей, Он был бы книгой книг для преданного сердца, чтоб в случае какой-либо напасть, И если, скажем, дикий вихрь моей судьбы вдруг ужаснул бы нас чудовищной разлукой, Она могла б утешиться хотя бы тем, что в дни тоски, раскрыв словарь, Прочла бы полный ощутимый перечень всех-всех неугасимых гроз Моей окровавленной, но устали, не знающей любви. Буковки складывались в сложные смыслы, А студенты, которые слушали его лекции, говорили о непростых вещах. Говорили между собой, шепотом. Но иногда этот шепот раздавался громче колокольного звона И достигал совсем не тех ушей. И вот однажды его, Моисея Пизова, вызвали туда, откуда иногда не возвращались. Присаживайтесь, гражданин Пизов. Разговор у нас с вами будет непростой. Но я верю, что вы, как человек, преданный интересам нашего советского государства, Поможете нам разоблачить тех, кто замышляет недоброе в отношении советского строя. Слушая эти обращенные к нему слова, Моисей Пизов молчал. Он прекрасно знал пятикнижия Моисеева, гейны и гёте, знал всё о жанрах и о западноевропейской литературе. Но он никак не мог понять, кто замышляет недоброе в отношении советского строя. И причём здесь он, доцент педагогического института Пизов. Ах, Моисей Григорьевич, Моисей Григорьевич! Вы, кажется, забыли, в какое время мы с вами живём. Забыли, что нас окружают враги. И некоторые из них не где-то за тридевять земель, а здесь, рядом. Вот, скажем, ваши студенты, мне кажется, вы могли бы помочь нам разоблачить их преступные мысли. Вот теперь он всё понял. Он, Моисей Григорьевич Пизов, гражданин Пизов, от которого требовали, чтобы он своими собственными руками вырыл могилы для тех, кого учил любить художественное слово. Но сделать этого он не мог. Не мог и не хотел. И поэтому по-гейновски горячо вступился за тех, кого должен был обличать. С тех пор, как довелось мне в детстве увидеть вдруг на дне колодца мерцание отражённых звёзд, я полюбил таинственную глубь и влажный сумрак тёмных водоёмов. Я полюбил их смутный свет, как я живую плоть люблю, как любит воду лунный лейк, как обнажённую подругу любит. Уж не блеснул ли мне тогда средь отражённых звёзд на дне? Осенью 1936-го он всё ещё ходил по этим куйбышевским дорогам на работу и с работы. И, боязливо оглядываясь, всё время повторял про себя то, что сказал тогда сотруднику НКВД. С каждым днём туча, нависшая над ним, тогда становилась всё чернее и чернее. Наконец, люди, знающие его, посоветовали ему уехать из Куйбышева, скрыться, чтобы здесь о нём просто забыли. Так Пизов уехал в Уфу, где устроился на работу в педагогический институт имени Тимирязева. Но одного института ему было мало. Преподавательскую и научную работу он всё время совмещал с общественной. Читал бесплатные лекции для преподавателей литературы. Выступал в доме Красной Армии, в госпиталях перед ранеными. А выделенную ему квартиру Моисей Пизов превратил в настоящий литературный салон, где собирались преподаватели и студенты. На этой квартире его и арестовали 15 апреля 1950 года, обвинив в антисоветской агитации, которая якобы началась ещё впервые месяцы войны и продолжалась по сей день. После его ареста студенты, среди которых были и участники Великой Отечественной войны, пробовали защитить его. Но эта попытка ничем не окончилась. Пизов был этапирован в Сибирь, где находился до осени 1956 года. И я не утонул в прозрачной глубине. Я блеск пучин унёс с собою. И с той поры не одиноко мне. И силы есть, чтоб справиться с тоскою. С вами был Михаил Перепёлкин.